Чувствую себя замечательно. Потихонечку втягиваюсь. Тренер дает дозированные нагрузки. Сегодня провел 60 минут. Самочувствие отлично. Надеюсь, уже скоро буду готов на все 100%. Скоро это в ближайшем матче? Надеюсь, что в ближайшем матче уже буду готов. Честно говоря, сложная ситуация, что вообще мы после матча с Кайратом сыграли не очень много игр. Сначала перерывы на сборной, потом война, потом с ковид пропустили игры. То есть сыграли очень мало игр. Из-за этого сложно определять состав, потому что кто-то болеет, кто-то выпадал. В этом плане есть проблемы, но что поделать? Сейчас такие реалии, что приходится как-то с этим справляться и выставлять тех, кто готов. В прошлом сезоне у нас было не так много возможностей скорректировать состав. Мы в основном играли одним составом. Ротация была 3-4 человека. В этом году у нас больше возможностей. И поэтому я надеюсь, что будет все хорошо. И кто бы не выпал, кто-то его сможет заменить и проявить себя. И возможно даже закрепиться в основном составе. Да, у нас есть костяк сложился с прошлого сезона. Дружный коллектив. Всех стараемся принять, чтобы они как можно скорее адаптировались. Я думаю, уже все адаптировались и всем комфортно и уютно в нашем коллективе. Но видите, так сложилось. В прошлом году мы собрались и благодаря совместным усилиям достигли хорошего результата. И уровень каждого футболиста поднялся. И вот кто-то получил вызов сборной. Я очень хорошо на это смотрю. Ребята молодцы. Все, кто вызываются, заслужили своей работой и своей игрой. Естественно, я ставлю перед собой высокие задачи. Мне хочется выступать за сборную своей страны. Это, конечно, есть такая цель. Я буду к ней идти и тренироваться и работать над этим. Такая футбольная жизнь, что уходят футболисты, уходят тренеры, все меняется. Но задача наша от этого не меняется. Мы будем прислушиваться к требованиям, которые нам пытается донести новый главный тренер. В принципе, они схожи с теми, что мы показывали раньше. То есть быстрый футбол накрываем, прессингуем. В принципе, все знакомо, все похоже. И пытаемся как можно скорее понять и воплотить это на футбольном поле. Ну, даже если взглянем на таблицу, пока вообще непонятно, кто может бороться за чемпионство, кто не может. И также из-за вот этого небольшого количества и нестабильного турнирного положения и турнирного календаря кто-то играет, кто-то пропускает. Поэтому я не могу пока сказать. Сейчас есть 5-6 команд, кто реально борется и будет бороться за чемпионство. Я думаю, любая команда может. Кто лучше будет на дистанции, на отрезках показывать хороший результат, те будут бороться. Но мы будем играть только на победу в каждой игре. Мы хотим взять, выиграть все эти четыре оставшиеся матча и уйти в отпуск, отдохнуть. Потому что год был сложный. То есть мы мало играли, много тренировались. Эмоционально чуть-чуть есть усталость. Но осталось чуть-чуть поднажать, чуть-чуть поработать, потерпеть. И, надеюсь, мы все четыре игры выиграем и все будет хорошо, с хорошим настроением уйдем в отпуск. Сейчас, еще раз повторюсь, главная задача – это хорошо провести концовку. Хорошо это значит победить максимально, сколько мы сможем. Надеюсь, четыре игры мы победим и замечательно уйдем в отпуск. И от этого будем отталкиваться. В принципе, еще игр будет много. Естественно, мы будем бороться за чемпионство. И еще есть кубок, где мы еще пока ни одного матча не сыграли. Но будем бороться и сделать победу и в чемпионате, и в Кубке страны.